Что такое цифровое и технологическое искусство? Чик-чирик. А это разные вещи, цифровое и технологическое. Искусство на мулярном скотче, пусть будет так. Цифровое технологическое искусство – это то искусство, которое использует современные технологии в качестве выразительного средства. Художники, которые берут не холст-масло, а компьютеры, чипы роботов. Дополненная реальность, виртуальная реальность, работа с искусственными нейронными сетями. Когда ты приходишь в музей, видишь что-то, сияет, звучит, крутится, и все непонятно, про что это, и может быть это из будущего. Вот это, скорее всего, технологическое искусство. Интернет-мем – тоже цифровое искусство? Интернет-мем – это плоть от плоти информация интернета и тот способ, в котором оно распространяется по ней, одно по ней. В общем, нет, это не совсем искусство. Тот же NFT, наверное, да. Нет, точно нет. Да, безусловно. Нет. В определенных обстоятельствах, мне кажется, он может стать цифровым искусством. Нет. Они могут быть разные, интернет-мемы. Какой-то из них может быть искусством. Все что угодно может быть произведением искусства. Нет. Если рассматривать более расширенное представление об искусстве, то да, потому что интернет-мемы – это вид творческой деятельности современной. В наше время, разумеется, если хочется, то можно назвать что угодно, чем угодно и в какую-то сторону двигаться. Зависит от того, ну, какая у тебя задача, что ты хочешь доказать, ну, зачем ты хочешь доказать, что мем является искусством, или зачем ты хочешь доказать, что он не является искусством. Есть опыт поставить полную херню на тумбу, сказать, что искусство – это станет искусством. Но это как бы какой-то убогий мем, как бы, вот, хотя правда. Вообще, в принципе, все искусство достаточно технологично. И если мы посмотрим, так сказать, отмотаем назад в район 14 века, то изобретение такой технологии, как живопись маслом на холсте, на грунтованном, это был прорыв, в общем-то, в искусстве того времени. И это была определенная технология, которой нужно было овладеть, чтобы стать художником современным того времени. Если бы сейчас искусство было бы только, там, я не знаю, холст масла, это было бы странно, да, потому что эта, ну, технология, она совершенно не отвечает духу сегодняшнего времени. Какую-то такую радикальную экспериментальность визуальной культуре придавали именно технологические средства. Это была когда-то фотография, потом возник кинематограф, и то, что мы сейчас представляем себе как вполне классический кинематограф, например, те же работы Эйзенштейна, да, они были абсолютно уникальными, авангардными и радикальными для того времени, когда они появились. С 19 века можно проследить какие-то эксперименты, и все это друг друга насыщало. Скрябин с его световой партитурой, термэн, и все вокруг, не вокруг него, а параллельно с ним, там, шоупы и так далее, инженеры, которые делали очень сложные, интерактивные, музыкальные, звуковые, всякие сложные машины. Все современное искусство в России так или иначе опирается на опыт начала 20 века и на опыт авангардистов, я имею в виду в первую очередь, да, там, Малевича, Родченко, Филонова, то есть тех людей, которые так вот ярко и дерзко помыслили нечто совершенно иное как бы относительно того, что было нормой в то время и то, что считалось традицией. Они увидели новое измерение, то есть вот как бы как в живописи, так и в жизни. Они решили, что это должно стать единственным верным. И, в общем, ну, заряд такой, что до сих пор потряхивает. И не все как бы согласны с тем, что эти художники тогда сделали что-то этакое. То есть вот настолько это был серьезный сдвиг, что спустя сто лет люди продолжают спорить искусство черной квадрат или не искусство. Мы произошли со своим подходом к медиаискусству не из европейских галерей конца 80-х, а из 60-х, 70-х годов прошлого века, когда в советских НИИ условно существовали разные экспериментальные институты, где как раз работали люди, которые создавали много всего интересного. И вот как бы к нам это пришло. Но вот именно такое повальное увлечение цифровым искусством, оно происходит, ну, с начала, наверное, 90-х, и вот набирает силу к сегодняшнему дню. И то многообразие, которое есть сегодня, это прямое следствие того, что у каждого из нас в кармане есть телефон, смартфон, каждый из нас вот сидит там и делает свою работу за компьютером. Ну и также искусство пытается выразить вот этот вот быстроменяющийся мир. А поскольку сейчас идет взрывной рост технологии, понимаете, то не быть медийным художником вообще сложно, медиахудожником. Потому что, ну, вокруг все эти технологии даже художники, которые работают с традиционными медиа, так или иначе экспериментируют там с искусственным интеллектом. Никакая технология уже не избежала участи побыть какое-то время в руках художника. И практически с каждой технологией можно найти произведение искусства, в котором эта технология каким-то образом осмыслялась бы или использовалась. Медиа-арт очень долго был, скажем так, не то чтобы табуирован, но как бы мало, его крупные институции мало им интересовались вообще. В начале 2000-х все-таки сцена не была так развита, а доступа к ней было еще меньше. И то есть люди обменивались на почте DVD-дисками, чтобы увидеть что-то вот этакое. И это было эксайтинг, это было восхитительно, что ты присутствуешь при рождении чего-то нового. Я думаю, это было сравнимо примерно с тем, что испытывали, например, художники-модернисты в начале 20-го века. То есть рождение нового мира, рождение новых технологий, новых идей. И, собственно, как можно было в этом не участвовать. Тогда еще не было YouTube, да, и видео-арт. Это было что-то как бы не такое профанное, скажем так. То есть с появлением YouTube, конечно, эта граница очень сильно размылась. Технологии были еще настолько плохи, да. То есть мы первое наше видео снимали на обычную VHS-камеру, да, которыми, не знаю, снимали свадьбы, рождение детей и все, что угодно, и поездки на шашлыки. Первое наше видео, которое, кстати, оно одной из известнейших нашей группы, где птицы съедают наши лица из семечек, выложенные на снегу. Оно называется «Визуализация приручений» или «Казус современной орнитологии». Такое вот длинное название. Мы тогда были очень горды, что это придумали. Но сейчас, мне кажется, что можно было бы и попроще. Для нас это была, конечно, такая игра. То есть мы сами осваивали технологии, нам самим было интересно снимать видео. И нам казалось, что, конечно, будущее где-то вот за технологиями больше, да. В Нижнем Тагиле, откуда я родом, есть такой памятник «Ленин на шаре» называется. То есть это такие книжные фолианты, сложенные в такой странный какой-то немножко масонский знак. И на этом книжных этих фолиантах, раскрытых, стоит земной шар, и на нем стоит «Ленин». Вот. И когда-то вот Володя Потапов, он делал такой паблик, который назывался то ли не граффити, то ли что-то типа того. И, например, он просто брал картинку из интернета и как бы спреем, да, но на самом деле просто в фотошопе приписывал что-нибудь или пририсовывал. И на этом памятнике было написано «Володя, нахуй ты туда залез?». То есть это подавалось как раз как реальное граффити, да. То есть пользователи интернета воспринимали это за чистую монету. Хотя это был просто вот такой чистый какой-то мемчик такой, да. То есть это время, когда можно было делать ну реально все практически. Ну что не нарушало, конечно, там, не знаю, УК, РФ. Сейчас, мне кажется, появилось много ну таких границ, которые ты как художник уже не можешь пересекать. Никто не спрашивает у нас разрешения на съемки везде, да, где мы попадаем в камеры, да. Но с другой стороны, использование этих съемок в принципе незаконно. А у нас, например, было целое видео, которое называлось «Всевидящее око», где мы просто снимали людей на улицах и придумывали им какие-то истории. Сергей Ёнок Павел Антонович, год рождения, 1997. Единственный ребенок в семье. В 11 часов был отпущен родителями покататься на самокате до обеда. Мотив. Совершить процесс самоутверждения путем демонстрации умения управлять самокатом. Вершинин Юрий Александрович, 1956 год рождения. Женат, детей нет. 10 часов 35 минут. Проснувшись, почувствовал острую потребность что-то сделать, зашел в кухню. Цель. Выбросить газовую плиту из окна. Мотив. Желание совершить неординарный поступок. Вот эти отдельные какие-то, ну прямо такие техно-шаманы и медиа-пророки, мне кажется, они были во всех городах, но условно по одному. Надо сказать, что цифровое искусство в Петербурге в принципе меньше развито, чем, например, в Москве. Но в то же время, еще с 90-х годов оно существует в Петербурге, и пионером медиа-искусства стала Ольга Табрилуц, чьи работы есть и в нашей коллекции. Она работает как раз в 90-е, в нулевые годы. Это такие объекты, которые близки и видеоарту, и к первым таким компьютерным коллажам, фотоколлажам относятся. Вот, например, это фильм «Горе от ума». Она сняла его с помощью коллажа, компьютерной графики. И участники арт-группы выступали как актеры. И сейчас фильм воспринимается уже как артефакт 90-х, потому что в нем, помимо каких-то новых технологических фишек того времени, есть и элементы такого домашнего кино. Потому что снималось все это с помощью, в том числе, любительских видеокамер. Существовала еще с начала 90-х очень сильная сцена сетевых художников, то есть тех, которые занимались практиками исключительно в среде интернета. И среди них, собственно, электробутик. Например, наш отечественный дуэт или Оля Лялина, которая довольно рано уехала в Германию, но она один из классиков сетевого искусства. Она продолжала экспериментировать и в нулевые, и, собственно, создала один из самых легендарных своих проектов, который называется «Цифровой фольклор». Середина 1990-х. Это время, когда кому-то казалось, что все будет возможно через несколько недель, а кому-то, что скоро не будет никакого веба. Я надеялась, что скоро можно будет смотреть кино в интернете. Но, с другой стороны, чем больше я делала страниц в HTML, тем больше мне хотелось сделать произведение специально для браузера – NetFilm. Тогда я сделала свою первую работу «My boyfriend came back from the war». У меня долгое время крутилась в голове русская фраза «Мой парень вернулся с войны». И вот мы остались одни, почти стихотворения. Я сделала на основе этих строчек свое первое произведение, потому что они предполагали сложный разговор, который можно передать в браузере. Если люди встречаются после войны, то им сложно говорить, и все сводится к паузам и недопониманию. Я перевела разговор на английский, спряталась за чужим мне языком, чтобы сделать его более формальным, потому что это был эксперимент, а не личная история. К тому же так мне удалось обратиться к более широкой аудитории. Это был удачный эксперимент, и работа привлекла внимание ко мне, так что я начала делать следующие веб-проекты и постепенно утратила связь с кино. Я собирала много гифок и использовала их в своих проектах, и поэтому решила сама стать моделью, чтобы другие тоже могли использовать мои картинки. Я решила сделать три, где я играю на гармошке, кручу хула-хуп и кружусь в широком платье. Мне хотелось сделать так, чтобы они были идеально закольцованы, поэтому я и выбрала именно такие движения. Кроме того, я старалась сделать прозрачный бэкграунд и вырезать изображение так, чтобы ноги не были пиксельными, чтобы мои гифки можно было поставить на любую страницу. Я долго не знала, где они размещены, не было Google Image Search, и было невозможно узнать, что происходит с твоей работой. Забавно, что гиф с хула-хупом использовался на сайтах про диеты, фитнес и танцы. Кроме того, мои работы попали в коллекции интернет-искусства, но для меня важнее всего то, что они были полезны для тех, кто все еще делает домашние странички. Разумеется, важнейшими тут авторами, мне кажется, я имею в виду российскими, являются Алексей Шульгин, Ольга Лялина. Алексей как бы одна из ключевых таких замыкающих фигур, которая просто перевела это на какой-то другой уровень, конкретно здесь, но еще и обогатив как бы очень много во всем мире. Мне удалось просто поездить, окунуться в западный арт-мир, причем на довольно высоком уровне. Я работал с очень известными галеристами, выставлялся в супер-дупер музеях и местах. И я посмотрел всю эту систему с изнанки. И, честно говоря, она мне очень не понравилась, потому что я видел там коррупцию, все вот это вот. И я подумал, что надо завязывать с карьерой художника. Ну а что-то делать-то надо. И тут я увидел интернет. Шульгин и Чернышов, они стояли у истоков цифрового, медиаискусства. Вообще тогда было мало людей, которые этим занимались. И они как раз такой уникальный сплав, когда они и в интернет-теме, и в теме современного искусства, арт-сообщества. Электроботека — это наша с Ристархом Чернышовым группа, которая организовала ее где-то в 2003 году. Как бы долго думали, как, как, чего назвать. В результате пришли к выводу, что должно быть какое-то дикое название, которое бы у всех поперек сознания становилось. Вот. И решили, что это будет электробутик. Когда возникает новая технология, художники не знают, что с ней делать. Они начинают на самом деле с помощью нее повторять то, что они уже знают из прошлой жизни. И я не был исключением. У Леши была идея сделать такие очки, которые бы все показывали в аске-символах. У нас есть разные категории, да, медиа-искусство. Вот это попадает в категорию неправильное использование технологии. Если мы неправильно используем технологию, мы ее как-то взлам изнутри, хакингом занимаемся, и получается новая эстетика. Естественно, использование технологии не по назначению — это, в общем-то, и есть критика этой технологии. Потому что как так? Зачем вы нормальную технологию используете вот для этого? И мы сделали в 2003 году совместный проект «Очки Super Eye». Собственно, в этих очках было несколько режимов. Такой психоделический, инвертированный негатив, такой как бы с подчеркиванием контуров и, собственно, аске-символы. И вот, собственно, это был наш первый совместный проект. Мы называем эти гоголы «Реал-виртуалити-систем», потому что его purpose это конвертировать реальную реальность, реальность вокруг нас в какой-то виртуал-виртуал-виртуал. В те годы в России практически не было медиа-технологического искусства. И мы были как такие белые вороны. Нас обоих интересовало это искусство с разных сторон. Такой среды, где можно было бы получить образование по медиа-арту, да и вообще по современному искусству не было вообще, в принципе, ее не было. Поэтому все художники были самоучки. Ну и мы, в конце концов, тоже, в каком-то смысле. Мы сделали в свое время такую большую зеленую голову. Это такой большой противогаз, перед которым нужно было раздеваться. То есть интерактивность заключалась в том, что люди перед ним должны были раздеваться, по крайней мере, до пояса. И тогда там в нем происходили изменения. И мы долго-долго работали над этой работой. Много денег, сил потратили. Там программирование, специалисты всякие были увлечены. И очень напряженно делали эту работу, не имея очень ограниченное количество времени. То есть у нас не было такой времени на рефлексию. И вот мы его когда привезли, повесили, мы на него посмотрели и подумали, наверное, это какой-то бред, какую-то чушь мы создали. Сейчас все придут и скажут, ребята, вы чего же? Что это за фигня вообще? Какая-то чушь, какая-то раздеваться перед каким-то противогазом. Что это? И мы начали суетиться, думали уже вызывать машину, чтобы снимать, это увозить, чтобы не обосраться, извиняюсь, вообще в этой системе. И не облажаться. Но, в общем, что-то машина не нашлась, оно так и осталось висеть. И оказалось, что вполне хорошая работа, ничего такого страшного. Ну, мы не очень далеко от них ушли, по-хорошему. Да, у нас больше инструментов, но это не то, чтобы мы стали сильно правильно ими пользоваться. Хотя все стало доступно. Когда мы организовали наш электробутик с Лешей, одной из центральных идей, это была надежность. То есть мы решили делать работы, в которых не используются компьютеры, а используются самые надежные платы, в которых нет операционных систем, которые очень долго могут жить. И, кстати говоря, очки Superi работают до сих пор. Я их вчера достал и включил, и они работают. В любом случае нужно стремиться к максимальной какой-то стабильности, потому что музей, музей билеты берет с людей из-за показывания уродцев. Уродцы должны бегать и веселить людей, а не, короче, стоять и плакать. Мы понимали, что в современное искусство медийное, технологическое вечность никогда не попадет, просто потому что оно рассыпется, его уже нельзя будет как-то восстановить. Ну и что? То есть вот эта вечная идея художника попасть в вечность, мы подвергали ее, вопрошали. А почему тут надо вечность? Ты сам не вечный. Почему ты должен попасть в вечность? Но нужно просто принять, что технологическое искусство очень нестабильно, как бы нестабильные медиа. В надежности этих работ наших и был залог успеха электробутика, и они относительно недорогие были, эти работы, то есть они стоили в разы меньше, чем какая-то там живопись вот такая вот, а эффект производили гораздо больший. У электробутика был такой фокус на такое коммерческое критическое медиаискусство, довольно редкий, да? И поэтому мы с ним тоже зависли между разных контекстов, потому что такое традиционное, прогрессивное медиаискусство, оно не коммерческое, оно критическое, оно против капитализма. А мы активно участвовали в различных ярмарках, сотрудничали с галереей Excel. Там в Лондоне, помню, было в одной коллекции корпоративной, одного, как это сказать, пиар-агентства, очень крупного, и я там был шокирован, потому что я пришел и видел наше произведение. Это был вау-под такой, изогнутый, ай-под, если помните, интерактивная вещь. Среди там работ художников, как Бэнкси или Энтони Гормли, то есть самый топ такой современных художников, и вот наша штука висит. Если компьютер с какой-то медиаштукой стоял бы у тебя дома, все бы подумали, ну какая-то новая компьютерная игра, а если ты его переносишь в музейное пространство, то все понимают, что это художник сделал специально, как искусство. Мы были таким бельмом в глазу арт-сообщества, и оно постоянно нас костерило и гневно обличало, что мы какие-то там проводники неолиберального режима, дизайнеры неолиберального режима, что мы продаем телевизоры какие-то. И всегда, когда возникает что-то новое, большое количество людей из арт-системы начинает этому сопротивляться, потому что они понимают, что они теряют власть. Ведь как устроена арт-система? Она устроена вертикально. Кто долго шел наверх, занял какую-то позицию, он ее контролирует, и когда он видит, что что-то находится вне его контроля, он говорит, это не искусство, это ерунда, давайте мы это не будем. Это одна проблема. Другая проблема, что без свежих сил любая арт-институция, вообще любая институция загниет. Вообще вот это вот, так и происходит прогресс, что возникают какие-то такие непричесанные ребелы, которые протестуют против уклада, и сначала система их отрицает, изгоняет, а потом она их вынуждена принимать, чтобы обновиться. Ну, такой зуд такой, что как же так, вот они вылезли, какие-то вообще непонятные шнури какие-то коммерческие, с непонятной фигней, и нас вот типа оттесняют от внимания публики. Но они вот через когда-то иронию, когда-то довольно неприкрытый такой критический посыл как раз вот пытались с этим новопоявившимся доступом в сеть и его повсеместным распространением что-то сделать. Объяснить, что нельзя принимать все готовое, нужно всегда разобраться в том, что там внутри, то есть как это работает и к чему это ведет. Ну, вот один из наших таких блокбастеров, за которым нам, кстати, дали, кажется, за него нам дали премию Кандинского в свое время. И это называлось 3G International. Это такой типа башни Татлина или вавилонской башни огромный айфон, закрученный в такую спираль. Тут был отсыл и к модернизму, и вообще к древним мифам. И также как бы рефлексия того, что современная технология, это и есть вавилонское столпотворение. это смешение языков всего, потому что в этом в айфоне у тебя содержится все, весь мир, все языки, все смешалось в какую-то кучу, очень трудно это организовать, и не ведет ли это нас к краху цивилизации, такая ситуация. То есть, потому что они говорят, как бы нельзя слепо пользоваться технологиями, ты должен понимать, как они работают, ну, в идеале, для того, чтобы не быть зависимым от них, а быть, наоборот, как бы над тем, что они предполагают. Мир очень слабо меняется, кстати, в технологиях, это заметно. Смартфоны сделали, которые, по сути, не очень необходимы людям, ну, так. А то, от чего мог бы зависеть наш прогресс и улучшение жизни, там, миллионов, оно очень слабо развивается. То есть, автоматически, там, какие-то сельскохозяйственные угодья, вот, в Монголии за стадами наблюдают с помощью беспилотников. То есть, можно гораздо больше эффективности достичь, если заниматься этим, чем энергетика, сейчас там, термоядерные реакторы, вот, делают, которые уже десяток лет. И там очень мало людей этим занимается. Вот. А в Apple очень много людей. Но Apple нельзя есть. Вот такая штука философская. Постепенно, как бы, просто мои интересы больше ушли в другую область, в область преподавания, в область курирования. Поэтому никакого решения мы с Лешей не принимали, что вот мы все, расходимся. Мы просто, как бы, просто перестали делать работы в 2014 году и все. Ну, это нормально, я считаю. То есть, тут не было какой-то драмы особой. Это просто, всему свое время, так скажем. Группа «Таджиксарт» в принципе, это был, может быть, первый арт-н-сайенс-проект вообще, помимо всего прочего в России, потому что один из его членов, он был тоже биологом по образованию. Да, работа была, вот, мне кажется, очень сильной. Вообще, их, как бы, топ-шедевр это когда они делали водку из крови этих мигрантов. То есть, они их брали, кровь забирали, потом ее как-то сбраживали, перегоняли и делали водку, которую потом в таких стаканчиках на вернисаже столичной публике предлагали выпить. Вот это, как бы, действительно была репрезентация вот этого места, этих мигрантов в нашей жизни, что мы фактически живем за их счет. но мы об этом не думаем, мы, как бы, принимаем это все само собой, что они там где-то в подвалах живут, по многу человек в одной квартире, да, но зато там они там подметают, все убирают, там, моют посуду, и мы это, как бы, и не замечаем. Вот, а тут это вот все было в такой грубой, может быть, но при этом артенсайз в форме выявлено и показано. Пернисаж Петербург 2009 в Манеже привлек внимание общественности проектом «Таджикс Арт». 12 работ, копии знаменитых полотен выполнили гастарбайтеры из Таджикистана. Зачем, для чего, кто это придумал, отправились узнать и мы. Поскольку, как бы, тогда уже в России началась трудовая миграция в Россию, приезжали люди там из Таджикистана, Узбекистана, Молдовы и так далее, которые, ну, работали там гастарбайтерами, да, они работали на каких-то низких позициях, занимались там черной работой, уборкой, настройках и так далее. И ребята просто решили применить эту идею к искусству. Ну и почему бы им действительно не заниматься уже искусством, да. Вот они, копии известных полотен Уорхола, Ротка, Полока, Баски, Херинга, Фонтаны и Мината какие. Их работы уходят с молотка на аукционах за баснословные суммы. Гастарбайтеры Эдик и Руслан нарисовали не хуже. Может, это как бы неплохо. Не знаю, Уорхол, он пытался об этом сказать, что мы можем без конца реплицировать вещи, делать их тиражными, и это будет вполне себе искусство восприниматься. Это будет так. Это был тоже медийный проект, конечно, потому что он был по разным по разным каналам. Во-первых, у них был сайт, там страница на LiveJournal, вот с чего они начинали. И Нурнерс Институциям он не понравился. Искусство это то, что признает искусством художественная комьюнити. Несколько кураторов, директоров музеев, галеристов и каких-нибудь еще деятелей искусства договорились называть одну работу искусством, а другую интернет-мемом и не более. И так оно и есть. Предвзятость художественного сообщества оно здесь ключевое. Потому что никому не ясно, почему вот эта кучка сомнительной субстанции это искусство, а вот это не искусство. Искусствовяды, которые многие годы работают в музеях, занимаются современным искусством, находясь в разных точках мира, работая в разных институциях, выбирают одни и те же вещи. И получается, что, наверное, единственным фактором, который влияет на этот кураторский отбор, оказывается насмотренность, опыт и опора на ту же историю искусства. Все-таки для искусства и для понимания нужна дистанция. Мы не думали, что мы делаем искусство на века, что оно попадет в музей или еще что-нибудь. То есть это происходило по фану, тебе было просто, ну, как бы тебя перло от того, что ты делаешь. просто нулевые годы это был вообще такой всплеск арт-рынка, который длился буквально там до 11-го года. Вот. А уже в 11-м году как-то все пошло на спад, потому что, ну, уже появились негативные тенденции. Интернет стал доступным, компьютеры стали доступными, и огромное количество людей стали ими пользоваться и что-то там творческое постить. Сейчас за эти годы, за эти десятилетия в интернете сгенерировано огромное количество трэша всякого, в котором довольно, ну, грустно копаться. Ну, в общем, это все развивалось, и в частности медиа-арт наконец выходит из какого-то такого условного подполья и из каких-то более маргинальных площадок в площадки главные музеи, в большие галереи. То есть вот это все формируется как раз в десятых годах, за последние 13 лет произошло. Я никогда не был уверен, что наше, то, чем я занимаюсь, вдруг станет так популярно. Вот, но вот видите, времена поменялись, и диджитал-арт теперь очень большой фавори, и везде, на всех мероприятиях просят диджитал-арт, понимаете. Даже сейчас, когда вот в нашу непростую эпоху, все равно людям нужно искусство, и диджитал-арт востребован по-прежнему. Но сейчас еще есть такая тенденция про престижный культурный капитал. Сейчас круто разбираться в искусстве. А технологии, это такой тренд поколения. Сейчас они везде, они будут. Это, не знаю, как новая религия технологий. Время героев, когда отдельные какие-то ребята сменилось, временем институций, ну то есть временем как бы формирования каких-то более укорененных, что ли, в действительности более основательных проектов. Ориентировочно в 2005-2006 году медиаискусство стало как раз переходить из собственно андеграундных пространств на территорию современных музеев, галерей и соединяться с фестивальными практиками в России. Мой импульс и мое желание было ну создать какой-то контекст для самого себя, чтобы то, что я делал, то есть то, что я делал, она находила отклик за границей, на Западе, но никак не считывалась арт-система здесь. И мы придумали такой момент, что в общем тогда как раз организовались выставочные залы Москвы, и мы им предложили, что мы там тоже будем курировать одну из галерей, представьте, на нас навесили две. Сложно работать вообще без институции, сложно быть сферическим конем в вакууме, понимаете, потому что так или иначе ты должен получить какую-то площадку для трансляции своих идей и для показа для широкой аудитории этих работ. В 2014 году на базе выставочного зала Ростокина появилась новая художественная площадка под названием «Электромузей». Электромузей, почему электромузей? Потому что мы в основном показываем меди-арт, условно говоря, искусство, которое работает от электричества. Это было очень круто, потому что электромузей наверняка он упоминался и Аристархом, и Алексеем, и может кем-то еще. Ну в общем там целые 8 лет был важной точкой, и это было суперлогично, потому что отцы-основатели галереи были такими же адептами подходов и диайвай, не то что адептами, исключительно это использующие, но культивирующие как минимум. Помноженное на само расположение, вы были там или нет? То есть мы как раз были такой площадкой, первой, может быть, на постоянной основе, которая показывала медиа-арт и развивали его контекст. В еб***ь находящейся труднодоступной галереи это идеально, потому что она показывает расположение вещей. И тут вот оно место для такого технологического медиа-скусства. Вот в еб***ь странные галереи в пятиэтажке в подвале, ну не в подвале, на цокольном этаже. Это было дико круто. На этой стене представлена, во-первых, заглавная работа нашей выставки на грани искусства, культурные смыслы, интернет-мемов. Фотография безымянного автора, такой фотошопный коллаж, который мы загрузили из интернета, немножко улучшили тоже средствами графического редактора, распечатали на холсте, обрамили в раму и получилось совершенно музейное такое произведение. И оно как раз это произведение для нас важно, потому что оно наглядно очень иллюстрирует тему нашей выставки, а именно неразрывная взаимосвязь этой интернет-культуры околохудожественной с так называемым профессиональным институционализированным миром искусства. Мемы – это и есть наиболее яркое проявление процесса взаимного влияния интернета и искусства. Отбираю профессионального искусства не только темы и визуальные образы, но и аудиторию, интернет-культура заставляет институт искусства в очередной раз переосмыслить себя и свои задачи в обществе. Уж если говорить о том, кто главный, не кто их самый популярный, кто самый главный художник, это вот «Куда бегут собаки», я думаю. Я бесконечно уважаю наших екатеринбургских художников, «Куда бегут собаки», потому что мне кажется, что вот их художественное мышление, оно абсолютно не похоже ни на чье. Качество исполнения и сюрреалистичность и, не знаю, какое-то огромное количество сложнейшего мышления, как бы в это вложено, очень инакового, как бы оно поражает. Это очень круто. Даже сложно постичь, как им приходят в голову некоторые их проекты. Они просто настолько гениальны, что ты думаешь, как это вообще может человеку в голову прийти. Ну вот самые прогрессивные, это «Куда бегут собаки?» То есть, конечно, у них уровень технологий именно очень высокий. Ну и вот контекста художественного, на мой вкус, тоже достаточно глубоко и интересно. Вот тут я бы сказал, чтобы наблюдать их искусство, наверное, надо быть немножечко инженером, когда ты можешь прочувствовать качество этой штуки. Вот, и то, что какой-то организм может существовать, ну там электробутик не существует больше, да? А вот «Куда бегут собаки?» 20 лет стабильного, как бы, крутого искусства. Они очень ироничные. И ирония — это на самом деле вообще, что нас всех спасет всегда. поэтому собаки в этом плане они потрясающие, конечно, да. Степень, как бы, ироничности и серьезности, да, как два, как бы, полюса заполнены максимально, как бы, в полном спектре в каждой работе. они... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok